Я сомневаюсь, что она играла какую-то активную роль в доктринальном смысле. Давайте, поскольку у нас времени мало, мы в эфир вышли, начнем все-таки с главного, да, с определения. Что такое кабала, ликбез маленький, и дальше как уж вы захотите строить программу. Да, ну хорошо, но начиная говорить о том, что такое кабала, я думаю, что имеет смысл, в силу того, что мы в дальнейшем будем говорить о русских масонах, начать с некого такого маленького размышления русского масона конца XVIII века на этот счет. Этот масонский автор, текст которого до сих пор не опубликован, писал, что кабала иудеев для иных составляет предмет высокого почитания, а для других предмет презрения и даже омерзения, хотя истинные понятия о самом предмете не весьма общие, но как правило мудрости есть ничему не удивляться, не отвергать чего-либо без исследования, то и сей предмет требует исследования. Ну и это было сказано уже больше, чем 200 лет назад. Ну я вспоминаю, что вот в конце XIX века Владимир Сергеевич Соловьев писал в своем письме к барону Давиду Гинсбургу примерно такие же слова. Он писал, что крайне мало есть людей, которые имеют даже хотя бы поверхностное представление о том, что такое кабала, он имел в виду себя. Хотя его знания о кабале были, конечно, весьма изрядные. И, соответственно, с того момента, когда вот жил и писал Владимир Сергеевич Соловьев, прошло уже больше сотни лет, тем не менее ситуация парадоксальным образом остается столь же печальной с каким-то адекватным знанием о том, что такое кабала. Чем сложнее ваша задача, потому что вам придется в 10 минут уместить все знания. Это, безусловно, невозможно. Мы и не посягаем на такое. Но вполне очевидно, что современный такой образованный человек имеет самые разные мифологические представления о том, что такое кабала. В основном мифологические. Ну да, тот, кто читает там Умберто Эко или там Борхеса или Густава Майренка, он имеет одно представление. Тот, кто читает Папюса или иные оккультные книги, другое. Тот, кто является каким-то адептом современных израильских и американских таких групп, которые подают кабалу как некую науку, строгую науку, а не нечто связанное с религией, совершенно третье. Поэтому мы должны, наверное, будем в первую очередь установить, о чем, собственно, мы собираемся говорить. Вот. Ну, кабала имеет... Да, и, наверное, нужно сказать, что все-таки мы здесь будем, ну, в силу наших, как бы... Профессиональных интересов. Профессиональных интересов, да, представлять научный взгляд на этот вопрос, который сложился в основном в израильской школе, исследовании кабалы и в американской школе. Российской школы исследований кабалы практически отсутствуют. Да, ну вот... Мы будем ориентироваться именно на эти работы. И с этим связано определение кабалы, которое мы даем, и то понимание кабалы, которое у нас есть. Да, то есть мы говорим... Вот кабала вообще может пониматься в двух основных объемах, смыслах. Значит, это вообще еврейское тайное учение. Я не говорю мистическое, потому что, помимо мистики, она... В кабале существует огромное количество иных элементов, элементов магии, скажем, элементов профетизма и так далее. Это вся вот эта вот еврейская тайная некая традиция от времен библейских пророчеств и храмовой службы и, в общем-то, до наших дней. Вот. И, как правило, вот вся эта традиция не носит название кабалы, а называется... Ну, разные есть названия, но такое самое общее, это Тарат Асот, тайное учение. Вот. И в более узком смысле кабала это, условно говоря, некая часть вот того, той большой традиции, о которой он говорил, с некими хронологическими рамками, достаточно четко фиксируемыми. Первые тексты, собственно, кабалы возникают где-то на рубеже 12-13 веков в Испании и Южной Франции. Тогда происходит нечто удивительное, потому что практически в очень короткий период появляется огромное количество текстов абсолютно новых, не имеющих практически аналогов, не имевших аналогов до того. Вот. И это, собственно, вот тогда же термин кабала, который происходит от еврейского глагола «получать», «принимать». Собственно, кабала, в буквальном смысле, это и есть традиция. Да, ну, и, видимо, следует сказать, что эта новизна этих текстов связана, прежде всего, с новой доктриной, с новым учением Асферот, которым мы не можем последить в более ранних еврейских текстах. И эта доктрина, собственно, представляет собой учение об поэтапной эманации божества или божественного света, поэтапном раскрытии божества. Это доктрина, которая специфична для кабалы, которая является визитной карточкой для кабалы и для европейской культуры. Ну, я думаю, что, может быть, еще немножко нужно сказать о специфике кабалы, собственно, как таковой. Да, возникает вдруг огромный объем текстов, которые представляют собой, по сути дела, абсолютно инновационные, такие новые комментарии к Таре. Это комментарии, в основе которых лежит вот эта вот схема Асферот. Этот термин лучше не переводить, потому что он имеет действительно количество значений, смыслов. И, ну, если так попытаться огрубить, это некая универсальная схема, которая лежит в основе всего проявленного мира. Есть некое божество непостижимое, которое называется Эйнсов или бесконечное. И вот все проявление этого непостижимого, вплоть до нас, до нашего мира, оно структурировано. В ее основе лежит этот вот некий такой универсальный механизм. Ну, или, скажем, некой группой людей в конце 12-го, начале 13-го века, в Провансе, скажем, впоследствии в Испании, был выработан некий универсальный метод описания мира, который, собственно, мы и называем системой десятию сферот. При том, что эта система описывается как библейский текст, вообще считается, что весь библейский текст – это, собственно, все размышления на тему этой системы. Значит, любой библейский персонаж, помимо того простого смысла, который мы вычитываем из библейской истории, он наделяется еще, как бы, некоторым определенным качеством, которое указывает на определенные события, происходящие в божественном мире. Значит, также с помощью системы сферот описывается, собственно, человек, также с помощью системы сферот описывается Бог, и также с помощью системы сферот описывается природа. Вот был найден некоторый универсальный механизм описания. Я бы это несколько возразил, не Бог в своей сущности, а Бог в своем проявлении, в своем отношении к миру. Бог не познаваем. Ну, есть некий вот аспект, собственно, сущность Бога, которую не познаваем. Бог – это нечто, это как бы тот символ, который обычно используется в Кабале, это связь огня с углем, да, то есть, как бы, если Бог проявленный – это огонь, то Бог Эйнсо, Бог непознаваемый – это уголь, в суть которого мы не можем проникнуть, более того, не может проникнуть никакой мистик, то есть, это именно тот предел, за которым не поднимается никто, не только простой смертный, ну, в общем, никто, как бы, но это принципиальное, конечно, утверждение еврейской мистики. Значит, что, я думаю, что для нашего последующего разговора имеет смысл сказать о том, в чем, собственно, специфика еврейской Кабалы, потому что, вообще, как бы, история у Кабалы очень долгая и в европейской истории, в истории европейского эзотеризма, поэтому, видимо, следует сразу определиться, что, как бы, в чем специфична еврейская Кабала. Здесь, конечно, первое, на что следует указать, это связь Кабалы и Галахи, связь мистического знания и повседневного закона, которым регламентирована жизнь любого еврея. Значит, эта связь абсолютно неразрывна внутри традиции. Более того, Кабала возникает, как сказал Косе, но не только как определенный специфический вид комментария к библейскому тексту, но и как осмысление, более глубокое осмысление, попытка более глубокого осмысления заповедей, причем просто всего огромного набора заповедей, которые есть в иудаизме. Значит, и в том смысле, в котором Кабала связана с заповедью, мы можем говорить о еврейской Кабале. Как только эта связь нарушается, мы выходим за традицию иудаизма, при том, что внутри иудаизма, собственно, были многочисленные, в общем, относительно течения, где эта связь нарушалась. Одно из этих течений мы можем наблюдать сейчас в Израиле, и когда говорится о том, что Кабала является универсальным знанием, и никоим образом она не связана с повседневным соблюдением заповедей, с соблюдением субботы и так далее. Значит, как только вот эта органическая связь нарушается, да, то есть, как бы Кабала выходит за рамки иудаизма. Но та Кабала, о которой мы говорим сейчас, это Кабала внутри иудаизма, это Кабала неразрывно связанная с заповедью. Ну да, это, наверное, тот миф, который надо, в общем, как-то было действительно развенчать, тем более, что в самой традиции, ну, есть такой стереотип, наверное, связанный с какими-то оккультными, действительно, учениями, о том, что к Кабале отношение было подозрительное, скептическое, либо же вообще это что-то нееврейское, или это еврейские ереси. Это никогда не было еврейской ереси. Более того, в самой традиции Кабалу воспринимали, как правило, как, наоборот, самую суть, как квинтэссенция иудаизма, как центр. И, например, в XIII веке главы испанского еврейства были одновременно главными Кабалистами. И дальше, в общем-то, составители, ну, даже составители, вот, Шульхана Руха, можно, такого, наиболее известного законоучительного кодекса иудаизма в XVI веке, Иосиф Кара был одновременно крупным Кабалистом. Или Виленский Гаон конца XVIII века, который боролся с хасидами, вот он тоже был крупным Кабалистом. То есть Кабала – это плоть от плоти, это самый центр иудаизма. Правда, Кабала состоит в том, что, как мы уже сказали, на рубеже XII-XIII века появляются совершенно инновационные идеи, инновационные вообще тексты. Но это не вызывает практически никакого возражения со стороны вот этих испанских и французских еврейских общин и их лидеров. То есть более того, как Костя уже сказал, сами лидеры этим занимаются. И здесь мы, как бы, можем поговорить вообще о парадоксальности традиции, в которой есть всегда два элемента – консервативный и инновационный, или такой революционный. То есть, ну, может быть, что-то... Да, ну, конечно. Потому что вообще вот, мы, конечно, не будем здесь говорить об истории Кабалы, это очень интересная тема, но это совершенно отдельная тема. Но в значительной степени историю Кабалы создали ученые XIX-XX веков, которым было удобно расположить все это в хронологии и выстроить. В самой традиции об истории можно говорить с очень большой долей условности, потому что суть традиции – это, собственно, заложено уже в прямом смысле этого слова, этимологическом смысле – передача. Передача как можно более аутентичная. Передача того, что было вначале некого откровения или истинного знания, и затем как можно более аутентичная. То есть, в силу того, что условия исторически меняются, люди меняются, естественно, формы передачи меняются. И здесь вот возникают различные инновации. Вот, и в частности... Простите, все-таки, не говоря об истории Кабалы, мне хотелось бы отметить этот момент возникновения и, может быть, какие-то соображения по поводу причины возникновения Кабалы, что явилось толчком. Конечно. Да, это вообще основной, можно сказать, спор, который ведется уже полтора века, как минимум. Ну, я, если говорить очень коротко, то, по всей видимости, причиной к появлению этих текстов, к тому, что было записано некое учение, при том, что по сложности разработанности этого учения, которое было записано, очевидно, что оно возникло не тогда, оно было и раньше. Очевидно, потому что нельзя придумать одновременно, в какой-то короткий очень момент, столь или иного. Была необходимость записать. Записать в качестве ответа на некий вызов, брошенный извне или изнутри. Вообще всегда такие вот процессы, такие взрывы, они прослеживаются в других культурах, в других традициях. Обычно вызваны некой опасностью. Здесь, ну, так, по мнению большинства ученых, опасность исходила со стороны философского, рационалистического понимания смысла заповедей. Не только смысла заповедей, но древней, скажем так, эзотерической традиции. То есть, прежде всего, это связано, как бы, этот вызов связан с именем крупнейшего и наиболее известного еврейского философа Махима Манида, который, значит, в своих трудах, как бы, пытается переосмыслить значения таких традиционных, очень эзотерических для иудаизма тем, и пытается сказать, что еврейский эзотеризм – это не что иное, как метафизика Аристотеля. Ну, как бы, огрубляя, можно сказать так. И, как бы, да, действительно, я бы не сказала, что это мне не большинство ученых, потому что есть очень авторитетная школа, которая считает, собственно, школа Гершима Шолема, такого наиболее известного исследователя Кабао в 20 веке, которая считает, что причиной возникновения Кабао был, как бы, удачный, скажем, синтез неоплатонических и гностических идей, при том, что неоплатонические идеи, как бы, несла с собой именно еврейская философия, еврейско-арабская философия, скажем, а гностические идеи пришли с Востока в виде отдельных рукописей, достаточно древних, в Провансе, скажем, две эти вещи сумели встретиться и породили совершенно какую-то необыкновенную традицию. Я думаю, что правда лежит где-то посередине, как бы, этих... Ну, так или иначе, я бы немножко возразил, потому что XII век – это одновременно золотой век еврейской философии, еврейского неоплатонизма и еврейского аристатилизма. И в данном случае здесь нет противоречия. Был вызов маймонида, вызов вот этого еврейского аристатилизма, рационального отношения к неким таким вот вещам, к которым чрезвычайным трепетом относились евреи. Они, в общем-то, эти учения, о которых Маша говорила, известны уже во времена Талмуда, и, в общем-то, они никогда не записывались, не локализовывались. Здесь же возникло обсуждение этой темы, его начал маймонид. И не случайно книги маймонида сжигали в начале XIII века, а книги каббалистов никто не сжигал. И более того, как я уже сказал, это были чрезвычайно авторитетные и уважаемые люди, которые с ними выступали. Мне интересно, наверное, еще сказать о степени эзотеричности каббалы в аудаизме. В целом сделать такой обзор, потому что каббала возникает как чрезвычайное эзотерическое знание. И более того, первые люди, первые каббалисты, которых мы знаем, очень противятся разглашению этих идей. То есть каббалы возникают как знание элитарное, которое распространяется в очень узком кругу. Пожалуй, первый перелом здесь связан с появлением книги Сефирозор, книги Сияния, основной книги, в общем, каббалы наиболее известной, может быть. Авторы, которые уже иначе относились к этому вопросу, то есть они считали, что учения можно популяризовать в более широком кругу. Ну и, пожалуй, кардинальный, коренной перелом связан с событием изгнания евреев из Испании, разрушения еврейской общины, когда внутри еврейской общины чрезвычайно возрастают эсхатологические настроения. И появляется мнение о том, что каббалу нужно распространять максимально широко. Это 90-е годы, 15-го века. Да, это 90-е, ну, в 90-х годах происходит изгнание из Испании в Португалии, и, соответственно, появляется такая точка зрения. Значит, ну и дальше на протяжении, вплоть до 20-го века существовали разные точки, разные, опять же, мнения по этому вопросу. В частности, общая закономерность такова, как каббала явилась внутриудаизма, хотя она вплоть от плотиудаизма, питательной средой для всякого рода уже мессианских движений, которые потрясали на протяжении 17-го и 18-го века еврейские общины. Значит, как результат, как отклик, скажем, еврейства на эти движения, откликом служило какое-то ограничение в распространении каббалы. Были изданы специальные законы, согласно которым каббалой могут заниматься только женатые люди после 40 лет. Но в целом мы можем говорить, что, тем не менее, каббала, конечно, это то, что идет, начиная с 13-го века, рука об руку с Галахой, это то, что формирует облик еврейства, это то, что влияет на множество еврейских доктрин, как бы ужедших из иудаизма. В том числе, скажем, наиболее яркий пример это сионизм, который совершенно секулярное движение, в основе которого, безусловно, как бы каббалистические идеи и наработки. То есть они используют их абсолютно, изымая их какое-то религиозное и глахическое содержание. И все-таки, для того, чтобы перейти к теме, которую мы заявили сегодня, когда каббала становится достоянием нееврейской общины в Европе. Нееврейской общины. Ну, я имею в виду нееврейского населения. Да, ну, интерес вообще к каким-то отдельным концепциям еврейской мистики можно проследить, наверное, с того же примерно времени, когда она появляется, когда выходит из этого периода некого сокрытия, то есть уже с 13-го, может быть, с 14-го века. Но теми, вот, до эпохи Ренессанса интерес этот ограничивается в основном такими кругом таких евреев, евреев, перешедших христианство и стремившихся из своих каких-то миссионерских, ради каких-то своих миссионерских целей использовать отдельные еврейские доктрины для убеждения своих бывших единоверцев. Благо, в общем, эти доктрины, они подвергались, они имели возможность быть приинтерпретированы таким образом, но тем не менее это было достаточно узкое такое вот направление, миссионерское, и, в общем, едва ли оно, оно сохранилось и потом, но оно, как бы, едва ли может интересовать нас в нашем дальнейшем разговоре. А вот интерес, собственно, такой творческий, как бы существенный, связан с, уже с эпохой Ренессанса, это конец 15-го века, и возрождается он в Италии, и связан со знаменитой Флорентийской академией, и, прежде всего, с работой человека, которого называют «отцом христианской кабалы». Этот термин, в общем, в основном используется современными учеными, он не использовался самими людьми, интересовавшимися кабалой, но тем не менее я буду этих людей называть христианскими кабалистами. Так вот, и «отцом христианской кабалы» считается Пико Делла Мирандула, знаменитый деятель эпохи Ренессанса, именно он начал реально работать с еврейскими текстами, причем с текстами, понятное дело, рукописными, и, в общем, практически труднодоступными, он их доставал всеми возможными путями. У него было несколько людей, которые ему помогали, евреев, как крещеных, так и нет. Они приводили для него эти тексты, он сам учил иврит и пытался изучать оригиналы текстов. И главное, что он сформулировал основные концепции того направления в интеллектуальной жизни Европы, которую мы называем христианской кабалой. Он, в частности, одним из его тезисов было то, что именно кабала, как никакая другая наука может доказать лучше всего божественность Христа. Это был результат его чтения каббалистических текстов. И Пико Делла Мирандула, по сути дела, дал толчок целому такому какому-то обвальному интересу к этой теме на посвящении последующих двух веков. Помимо его имени, я назову имена таких крупных деятелей ренессанса, как гибраист Иоганн Ройфлин, или кардиналы Гидио де Витербо, или французский мистик Гийом Пастель, и, наверное, мог бы назвать еще несколько десятков фамилий, имен людей, которые, по сути дела, представляли тогда интеллектуальную элиту тогдашней Европы. Это были кардиналы, это были главы академий. В общем, это были люди чрезвычайно респектабельные, что отличает этот круг. Ну, и что, наверное, нужно сказать, что этим тезисом Пико не ограничивается интерес к Кабале. То есть, Кабалу интересовались не потому, что она может лучше всего доказать божественность Христа, но как бы это был, может быть, какой-то изначальный... Ну, как бы, вообще, очень сложно сказать, чем вызван такой интерес к Кабале. Ну, изначально, может быть, это был отклик на какой-то кризис христианства, но действительно интерес был обвальный. То есть, переводились какие-то не только центральные тексты кабалистические, но и тексты, в общем, маргинальные даже, ну, для самой кабалистической традиции. Ну, даже в бумагах самого Пико сохранились некоторые тексты, которые вообще не сохранились в еврейских источниках. Собственно, есть ряд текстов, которые нам сохранила только христианская Кабала. Я хотел бы сказать, да, вот о причинах интереса. Действительно, вообще, это было понятно время переводов. Переводилось огромное количество всего с разных языков. И прежде всего, конечно, здесь надо упомянуть греческие тексты. Собственно, с текстов неоплатоников, переводов самого Платона, переводов герметического корпуса, которыми занимались те же самые люди. Та же флоретийская академия. Это было вообще время переводов. И в чем, собственно, причина такого интереса, как я вижу? Вот. В то время формируется некое представление о существовании единой предвечной традиции. Некого истинного первоначального знания, которое было дано в откровении, затем утеряно, но не совсем, и передавалось по цепочке традиций самыми разными народами. И отразилось в учениях самых разных людей, самых разных религий, групп. В общем-то, это важно, потому что в масонстве мы увидим то же самое. Да, интересно, что вообще русское масонство, оно в каком-то смысле просто... Очень похоже на Ренессанс. Очень похоже. Вот это явление очень похоже на явление Ренессанса. Поэтому для, скажем, того же пика было столь же интересны орфики, гностики, зороастрийские, персидские религи. Самая, безусловно, христианская мистика. Гальские друиды, которые... В общем, все что угодно. Но Каббала здесь имела некий приоритет. Потому что... И вот это, пожалуй, впервые. Впервые к наследию, к ховному наследию иудаизма стали относиться как к чему-то чрезвычайно ценному. Потому что в этих текстах, в текстах Каббалы, стремились увидеть не просто искры этого знания предвечного века, а говорили, что эти тексты, эти учения, они наиболее близки к этому предвечному откровению. Почему? Потому что сами каббалисты говорили о том, что это знание было дано Моисею, как там на горе Синаи. Это было третье... Как бы во время его третьего восхождения на Синаи, которым апокрифического такого... Вот была дана Тара, была устная Тара, и была дана Каббала. То есть это... Я думаю, что, кстати, еще важно сказать, что именно в это время формируется то место Каббалы, вот в ряду всех вышеперечисленных еще других учений, к которым тоже проявляли интерес. И, может быть, я думаю, имеет смысл сказать несколько слов о специфике этого места. Что, во-первых, прежде всего, была интересна специфическая каббалистическая метода герминептики библейского текста. И они понимались как нечто, имеющее безусловную ценность, потому что, в общем-то, аналогов этим герминептическим техникам не было в христианской культуре. И с помощью этих техник, ну, как-то люди осознали, ученые того времени осознали, что они могут действительно открыть какие-то новые, совершенно неизвестные для себя пласты писания. Я специально занимался библеистами 16-18 веков. Редкий библеист не пользуется какими-то каббалистическими текстами, или, во всяком случае, в принципе, некими методами, с которыми, как правило, и стали ассоциировать каббалу. Ну, скажем, вот с этими каббала, это, в основном, первое, что возникает у современного человека. Это некие числовые вычисления, это замена букв, перестановка букв, замена букв цифрами. И вот такого рода... Здесь большую помощь оказала, так я понимаю, одноязычие Торы и книг каббалы, и вообще исследование Торы на родном языке. Конечно. По сути дела, ни одно другое знание, к которому они обращались тогда, они доволы... Ну, надо сказать, что сэферозорная, более известная книга, она не одноязычна с... Ну, написана на арамейском. Она написана на арамейском. Это близкий язык к ивриту, но всё-таки... Да, кстати, к вопросу языка. Интересно, что именно тогда, и, возможно, отчасти под влиянием каббалы, возникают идеи единого языка вообще. Вот, собственно, эта концепция, которая до сих пор жива, и вообще, как бы, очень научно сейчас разрабатывается. Единого проязыка, точнее, скажем так. Да, единого проязыка, и человечество, которое связано с ивритом, как бы, ну, для тех людей. Да, и есть целые трактаты XVI века, которые посвящены проязыку человечества, под которым понимали вполне однозначный иврит. Да, ну, и это вполне общая точка зрения внутри еврейской традиции, но интересно, что христианская традиция во многом, очевидно, обязана, ну, даже и такая научная традиция во многом обязана именно каббале, как бы, такому подходу к этому вопросу. Да, вот, ну, и XVII век – это век, когда, безусловно, интерес к каббале сохраняется и даже возрастает к концу этого века. Но здесь этот интерес приобретает новое некое измерение в связи с тем, что были открыты для нееврейского читателя тексты, принципиально, новой каббалы. Каббалы из хака Лурии, каббалы Арии, лурианская каббала – это то, наверное, наиболее знаменитое сейчас учение, которое сложилось в конце XVI века в Цфате, в Верхней Галилее. И где-то вот в 70-х годах XVII века эти тексты стали известны европейцам, и они произвели очень сильное воздействие. Ну, давайте вот об этой второй волне развития каббалы в Европе мы поговорим сразу после рекламного блока. И я думаю, что весь второй фрагмент нашей передачи мы посвятим распространению каббалы по европейских учениях, да, наверное? Ну, я думаю, что... Или уже начнем... Или уже можете говорить о... Может быть, что-то стоит сказать о специфике каббалы XVII века? Сколько у нас чистого времени осталось? Потому что на массу на все-таки хотелось. Надо. Ради этого. Вот. Каббалы, каббалы. У нас еще 34 минуты, чистое время. Ой, скажи, какой... Очень. Тогда давайте сразу... Почему так мало? ...к масонству. Ну, час... То есть мы уже говорим... Этот блок был, да, чуть больше, чем 20 минут. Не, ну, давай, как бы... Заворачиваем... Мы не будем говорить... Заворачиваем к масонам. Мы не будем говорить о специфике каббалитических учений. Не-не-не-не, заворачиваем. Тогда, наверное, уже просто масону в том. Ну, сейчас мы постепенно... Говорит, это XVII век и... Да, ну, немножко скажи про азиатских братьев. Очень кратко, чем масонство сказать, очень кратко. Европейское. Да, ну... Да, и все, и как бы к русскому масону еще, собственно... Да, потому что эта тема, она как бы наиболее... Вот. Да. Ну, более-менее это внятно как-то? Не знаю. Абсолютно. Это большой опыт. Слушай, нет. Не, на самом деле тяжело, как всегда тяжело, когда нет. Ну, мало достаточно времени. Я понимаю, Моти Мордыхая, которому трудно это сформулировать. Нет, ну, Моти Мордыхая долгая была эта самая... У него задача была. Задача. У него он обращал там, он проповедовал. Ну, да. Я бы даже так сказал, он рекламировал. Ну, такая... Маленькая разница есть. Еще сама Кабава заслуживает, по-моему, отдельную. Потому что есть всякие интересные, как бы, понимания, которые отчасти... Я вот видел вашу передачу с Миркиным и Комеранцем, отчасти снимает ваши вопросы, которые вы задавали. По поводу злого Бога, например. То есть, ну, какие-то... Такие, в общем... Кабава, она, собственно, призвана отвечать на неприятные вопросы. То есть, она для того создавалась, в общем-то, для того она существует до сих пор, как бы. Продолжаем. Вот. Да. И хотелось бы вот сказать о несколько иной тенденции в интересе к кабале европейской образованной публики, которая, в общем-то, уже начинает проявляться уже в XVI веке. И связана с тем, что если вот такие классические христианские каббалисты, о которых я говорил до того, они, как правило, знали иврит. Это были гебраисты, очень ученые люди. Они работали с текстами. И они прекрасно понимали связь, неразрывную связь каббалы с иудаизмом. Тогда же, может быть, со времени Агриппа Нейтезгеймского, который хорошо известен, наверное, и его трех книг о тайной философии, тогда же начинается такая тенденция совершенно отрывать каббалу, рассматривать ее от иудаизма, рассматривать ее в ряду иных тайных наук, таких как алхимия, астрология, магия. И в таком трансформированном виде, в общем-то, сильно искаженном, каббала начинает путешествовать по книгам, по учениям самых разных людей. Ну, я назовусь среди наиболее известных, наверное, Джорджана Бруна, например, и его версия каббалы, или Джон Ди. И именно в этом, в таком вот сильно искаженном виде, она попадает в XVII веке к людям, к представителям так называемого розенкрейцерского движения, которое зарождается в начале XVII века. И затем, в протяжении последующих двух веков, распространяется по Европе, и каббала является одной такой, очень важной, неотъемлемой частью розенкрейцерского учения. Вот, это совсем не та каббала, о которой мы говорили до того, это такое некое особое совершенно образование учения. Но, видимо, стоит сказать все-таки несколько слов о том, что сохранялся серьезный интерес к каббале. Безусловно. Серьезный интерес к каббале сохранялся, безусловно, и дальше, и его примеры можно найти и в XIX веке даже. Последний где-то христианский каббалист, известный и серьезный, это середина XIX века. Однако, для масонства, я думаю, что более важна вот эта вторая тенденция такого вот, некого уже совершенно изолированного такого понимания каббалы, как одной из тайных наук. Изолированного от иудаизма, от реального существующего иудаизма, от реального существования каббалы вообще. Да, и связаны прежде всего с, ну, в общем, это рассматривалось как некая разновидность магии. Вот, и именно в таком виде каббала пришла масонством, была воспринята масонством. Вот, наверное, на несколько слов я скажу вообще о том, что такое масонство, что мы понимаем под масонством, потому что на этот счет существует, наверное, еще больше мифов тем, чем относительно каббалы. Вот, ну, как бы обычно в таких популярных книгах масонства, книгах про масонство говорится о том, что первое масонское ложе возникло в Англии в 1717 году. Вот, а легенды масонов о том, что было до того, это не имеет исторической какой-то реальности, перспективы. Вот, это, конечно, не так, и исследования последних, может быть, 15 лет показали, что масонство имеет достаточно долгую историю и древнюю историю до того. Вот, оно постепенно появляется, постепенно вырастало из таких цеховых объединений каменщиков. И вот уже в эпоху Ренессанса намечается масонская тенденция к возникновению того, что впоследствии будет назван масонской идеологией. То есть, я так вот, чтобы не быть голословным, назову имя такого реформатора масонства Уильяма Шоу, который был главой шотландских масонов конца 16 века. И именно он провел некую реформу, произвел некую реформу, ввел степени масонства и привнес туда идеологию, вот эту неоплатоническую, гностическую, каббалистическую идеологию Ренессанса. Возникло масонское учение. И после этого масонство начинает называться вот такое масонство, не связанное с конкретными задачами цеховыми. Начинает называться спекулятивным или принятым масонством. 17-17 век, это век оформления, по сути дела, первых лож в Англии и Шотландии, масонами становятся не каменщики, а представители знати или, например, архитекторы. Знаменитый вот архитектор Кристофер Рен, который перестроил Лондон в конце 17 века. Он был главой, в частности, тогдашнего масонства английского. Вот. И действительно, в 1717 году возникает Великая ложа Англии, и затем на протяжении всего 18 века происходит очень бурный рассвет масонских лож по всей, наверное, тогдашней Айкумени. Видимо, стоит сказать, какие задачи ставили перед собой масоны, в чем, собственно, заключалась идеология. Да, ну, в общем-то, говорить о задачах масонов можно, так вот однозначно, можно, наверное, вообще невозможно, потому что задачи были самые разные. Конечно, есть некая общая идеология, которая выражена в конституциях первых масонов, это 20-е годы 18 века. Это некое утопическое представление о том, что необходимо образовать некое такое всемирное братство по всему миру ради исправления этого мира. Братство, не связанное узами религии или политическими какими-то задачами, вообще это два предмета запрещенных масонств. Политика и религия. Масонство не рассматривало и не рассматривает себя как религиозную какую-то школу. Вот, и... Ну, просто, прежде всего, братство, в котором, возможно, внутреннее совершенство не братьев. То есть это не только исправление внешнего мира. Конечно. Для того, чтобы под внешним миром, надо сразу сказать, чтобы это не звучало как политическая доктрина, что подразумевается мир в смысле природы, натура прежде всего. И, ну, как бы, может быть, отчасти какие-то государственные устройства, особенно это касается отдельных лож. То есть это не было, ну, как бы, у масонов не было обычно политических каких-то серьезных задач. Значит, ну, я думаю, что нужно все-таки уже сказать и, как бы, о еврейской теме в масонстве, потому что... Ну, еврейская тема в масонстве, да, если так говорить очень коротко, вот, как я сказал, что поскольку уже в первой, там, скажем, конституции Андерсона 1723 года и потом в книге масонских конституций 1738 года, два таких базовых документа, уже там декларируется то, что полная веротерпимость. Есть семь заповедей сынов Ноя, которые общие для всего человечества, по мнению, надо сказать, по мнению, прежде всего, евреев, еврейской традиции, вот, и по мнению первых масонов. Вообще масонов называют там наохидами, говорят, истинные наохиды. Вот, то есть есть вот эти некие общие семь заповедей, они полностью и... Да, но история евреев в масонстве не была столь безоблачной. Вообще, надо сказать, эта тема, как ни странно, которая... Эта тема довольно слабо исследована. То есть есть всего несколько книг, там, ну, такой известный ученый Каца, который занимался в Израиле этим. Но в целом тема весьма слабо исследована. В общем, трудно даже сказать, почему. Но, очевидно, можно сказать, что отнюдь не везде судьба евреев в масонских ложах была безоблачна. В частности, в немецкие ложи, во многие немецкие ложи, евреи не принимались. И были специальные постановления по этому поводу. И я думаю, что стоит сказать, может быть, как раз о тех ложах, о тех немногих ложах, где действительно масоны и, скажем, каббалисты вообще сыграли какую-то серьезную роль. Я не совсем соглашусь. Евреев принимали в масонские ложи, скажем, в английские масонские ложи, их принимали всегда. И в 20-х годах уже известны имена братьев масонов. В начале 30-х годов уже мастер ложи, одной из лондонских лож был евреем. И затем, в общем, как правило, и в 18-м, и в начале 19-го века, как правило, евреев принимали. Да, но забегая, например, вперед, можно сказать, что в конституциях русских масонов сказано о том, что в них могут быть приняты только члены. То есть, в России всегда особая ситуация. Да, но парадокс заключается в чем? Что евреи, кто были евреи-масон? В основном это были купцы или такие достаточно эмансипированные евреи, которые не имели никакого, в общем-то, отношения, как правило, к каббале и совершенно не стремились привносить что-то еврейское, иудейское в масонское учение. Это была для них возможность завязаться в связи и так далее, продвинуться как-то по социальной лестнице. Как и для многих других масонок. А наоборот, те каббалистические символы или отдельные учения, отдельные элементы каббалы, которые встречаются в ритуалах, например, в паролях, или в каких-то знаках, печатях, масонские имена, которые делались с использованием каббалистических методов. Иврит. Отдельные еврейские слова. Все это было благополучно доставлено туда из вот той христианской каббалы, второго типа, о которой я говорил. Очень интересно. Но, тем не менее, был ряд организаций европейского масонства 18 века, в которых ситуация была иная. И учение этих организаций, оно было создано под значительным влиянием, собственной еврейской каббалы. Это, в общем-то, нерегулярное масонство. Это некие ордена, тайные ордена. Я назову три таких ордена. Это, во-первых, орден избранных когенов, избранных священников, главой которого был такой человек Мартинец де Пасквали, сам крещеный еврей. Это орден новых розенкрейцев. Вы не понимаете, насколько он сам крещеный еврей? Потому что родители его были... Он имел Маранское происхождение. Уже родители его были крещены. Вот, думал, потом он Маран. Затем это орден новых розенкрейцев, или розы и креста, золотого розы и креста. Вот, немецкий орден. И орден азиатских братьев. Наиболее, пожалуй, интересный здесь, в этом смысле, орден, потому что в создании доктрины его принимали непосредственные учения евреи, принадлежавшие к такому вот сектантскому движению франкистов, которое вообще имело это движение, возникшее в середине 18 века, имело очень разрушительные последствия для тогдашнего евреиста. Да, и очень тяжелую репутацию вообще в евреисте. Влияние франкизма, оно может прослеживаться до сих пор. Ну, это, собственно, как бы, собственно, секта, которая принимает христианство, публично принимает христианство, и секта, с которой связан, собственно, первый такой публичный, серьезный, кровавый навет евреев на евреев, то есть, как бы, который таким образом... Это, конечно, местная и скользкая тема, но именно члены этой секты предоставили в руки христиан, как, на мой взгляд, основные обвинения, основные аргументы, почерпнутые из еврейских источников. В частности, из Кобавы. Но, конечно. Но, вот интересным образом, франкисты проявляли большой интерес к тайным обществам тогдашним. Существующие сегодня иудеи из Иисуса Христа, это... Нет, это чисто протестантское американское образование. Нет, это образование, которое возникает внутри христианства, или, там, крипто-христианства, но не... Нет, нормальные франкисты, они, в общем, как бы исчезают к, ну, скажем, XX веку, хотя их потомки перебираются в Америку, и там всякое, ведут активный образ жизни, в частности, известный институт Брандайза, в общем, основан, как бы, последовательным именно этого. Да, ну так вот, и, собственно, франкисты, они проявляли большой интерес к тайному обществу. Например, известен франкист Вольф Хенник был мастером Великого Востока Франции в свое время. Но, вот, если касается именно Ордена Азиатских Братьев, это организация, которая существовала в Австрии и в германских землях в 80-х, в начале 90-х годов, в 17-го века, то ее доктрину, по сути дела, создало два человека, люди, чрезвычайно образованные в еврейской кабале. Это племянник, собственно, самого Якова Франка, основателя секты, Мошеда Брушка, который крестился, стал бароном фон Шонфельдом и потом, впоследствии, закончил свой путь на Гильотине, будучи знатным якобинцем. Вот. И второй человек, это некий Фраим Гиршфельд, тоже человек, который не крестился и был таким, может быть, орденским, что ли, теоретиком. Членами этой ложи были одновременно евреи и неевреи. И при том, что среди неевреев были чрезвычайно знатные особи, например, герцог Фердинанд Брауншвейский или там принц Карл Гессенский. Эти люди были в руководстве этого ордена, наряду с вот такими вот сомнительными евреями. Вот. Да. Да, но интересно та доктрина, как бы, которую создают евреи. Терина и ритуал были напрямую связаны с еврейскими реалиями. На самом деле, это достаточно интересные тексты, которые они все оставляют. В частности, этот текст, который называется «Библейский органон». Это, по сути говоря, первая, наверное, в европейской культуре попытка связать кабаву с современной тогдашней философией, в частности... Кантовской философией. Эти люди используют кантианские термины. Мы вообще, прочитая этот текст, мы однозначно вообще не сможем сказать, что он каббалистический. У него не используется ни одного специфичного каббалистического термина. И тем не менее, это кабава. Это кабава, изложенная языком канта. То есть, это, конечно, очень любопытно, это сочинение с точки зрения просто оригинальности. Да, вот. Ну да. И вот это просто очень хороший пример и очень хорошая модель. Вот организация. Где там евреев, наверное, процентов 10, там было не больше. Во голове этой организации стоит Синандрион из семейства двух членов. Копия, так сказать, того Синандриона. Все они имеют не просто еврейские имена, но и титулы, талмудические титулы, раввинские титулы. Вот это герцоги, это, в общем, высшая знать христианская, европейская тогдашняя. Вот. И весь ритуал, он переполнен ивритом, переполнен ивритскими какими-то терминами, концепциями. Еще говоря, нужно все-таки, я думаю, здесь уже сказать, что мы не можем... Вот именно учение азиатских братьев исследовано достаточно подробно. И мы можем сказать, что не было никакой связи между занятиями этих людей, занятиями Кабао в частности, и их политическими какими-то, не знаю, проявлениями в качестве политиков. То есть это как-то не... Мне сложно сказать, потому что, на мой взгляд, франкисты как раз преследовали цели, если не политические, то метаполитические, что ли. Если читать ритуал того же ордена, вот, азиатских братьев, как он говорил, то там, например, упоминаются совместные трапезы, праздничные трапезы, причем праздники их были тоже очень оригинальные. Там было Рождество Моисея, Рождество Христа. Это такое некое очень синкретичное что-то было. Но во время этих трапез собиравшиеся евреи и христиане поедали очень странные вещи. Например, они поедали свинину, они поедали... Ну и что, собственно, уже не было странно для людей. Хлеб и вино с солью. Здесь одновременно, в общем, отсылки одновременно и к каким-то христианским, к каким-то еврейским реалиям. Но та доктрина, которую мы... Я только не понимаю, как это связано с политикой. Ты вроде бы хотел мне это заразить. Я сказал, что это связано с метаполитикой. Я думаю, поскольку, как мы знаем, в основе франкистского учения лежало некое представление о исправлении мира через нарушение всякого закона, всякой заповеди, о освобождении неких сфер нечистоты, более того, крещение франкистов, христианства рассматривалось ими, как, надо сказать, другие еврейские сектанты того же направления приняли ислам где-то за век до того. Как спасение христианства, как спасение иск. Это не спасение христианства. Это освобождение исков Божественного Света, плененных христианством или исламом. Мы вынуждены прерваться сейчас еще на один блок рекламы. А когда вернемся, я хотел бы, чтобы вы все-таки перешли к русскому масонству. И какое влияние Каббала в каком виде оказало на русских масонов? И какими масонами были русские масоны? Потому что сейчас вы перечислили целый ряд доктрин движения и направлений философии масонских. Все-таки, да, вот после рекламы. Да. Ну, пора, в общем, надо русских. Сколько у нас чистого времени, ребят? Так. Слушай, куда тебя заносит? Это ужасно. Это после этой передачи вообще возникнук. Я думаю, это бытовал просто. 15 минут. 15 минут. То есть очень у нас будет сейчас кратко. Но это надо что-то просто будет... Да. Ну, я думаю, что единственная цитата... Первое, с чего нужно начать, это с того, что русские масоны не имели никакого отношения к ордену азиатских братьев. Имели. Ну, какой? Вопрос замечательный, но у нас нет времени на ответ. Фердинанд Брауншвейгский. Глава ордена азиатских братьев, глава русских масонов. Вот этих именно тех, о которых мы говорим. Что это открывать? Что это открывать? Это как раз тот случай, когда сокрытие лучше открытие. Ладно, а что мы о русском говорим? Вот. Ну, что-то скажем, Мендуки. Ты так не стукаешь, что что-нибудь расскажем. Ну, ладно. Ну, сначала немножко быстрее. Вот просто объясняю, так сказать, сколько их было, просто чисто... Да, ну, без каких-то... Цифр. Надо сказать, какие-то... Может быть, имена какие-то? Имена, конечно, да. И все-таки, да, о доктрине русского масонства. Да. Тем более, что... Ну, доктрине, скажите, какие-то там основные вот эти вот... Да, ладно. Хорошо? А вот этих вот каких-то базовых вещей? Ладно, уж трудно поверить, чтобы русские масоны не ставили перед собой политические задачи. Ну, вот, да. Ну, это будет ваш вопрос. Вопрос в том, насколько вообще как бы изучение кабалы там связано с политическими задачами. Изучение кабалы – это метод решения некоторых политических вопросов, которые не всякого сомнения. Да, ну, хорошо, тогда... Ну, как бы... Итак, русское масонство и влияние кабалы на него. Да, ну, это... Переходя вот к русскому масонству, значит, ну, сначала я некую фактуру, наверное, предоставлю, да. Вот. Масонство проникает в Россию в 30-х годах XVIII века, хотя есть легенды о том, что масоном был уже Петр I, и, надо сказать, легенды, ну, возможно, не столь безосновательные. Но, тем не менее, масонство 30-х, 40-х, 50-х, наверное, даже годов – это масонство, в основном представленное людьми, иностранцами, находившимися на русской службе. Русских братьев было сравнительно немного. Немцы, французы? Это были англичане, скажем, ну, вот, в 1731 году был назначен первый великопровенциальный мастер английского масонства в России, капитан Филлипс. Десять лет спустя генерал Кейт, тоже шотландец, находившийся на русской службе, стал главным мастером. Вот, и в 40-е и 50-е годы появляются первые русские братья, это, как правило, представители высшей знать. Вот, собственно, вот такой всплеск интереса к масонству связан с эпохой Екатерины. Причем, в начале этой эпохи Екатерина была так благожелательна достаточно. Она сказала, что заявила о своем покровительстве масонским организациям, но во второй половине своего царствования она резко изменила свое отношение. Что было тому причиной? Ну, здесь есть несколько объяснений. Я думаю, что в значительной степени, отчасти, конечно, некая перемена, произошедшая в ее собственном мировоззрении, но в значительной степени ее раздражила деятельность некоторых русских братьев. Некоторых русских братьев, потому что все исследования масонства при царстве Екатерины связаны с отдельным, очень небольшим кружком. И в общем, в целом масонство процветало, несмотря на какое-то критическое отношение. В общем, так или иначе, это было подозрение политического свойства. То есть, все-таки я прав. Русские масоны не могли не ставить перед собой политических. Нет, это были, ну, в силу того, что русские братья действовали как некие элементы систем интернациональных, так скажем. Это были либо, скажем, шведская система, либо немецкая система, либо английская система. Естественно, что поскольку их орденские начальники находились там, как правило, например, максимум обвинения было в адрес масонов, работавших в шведской и в прусской немецкой системе. За лоббирование? Ну, за то, что просто это как бы, они как бы играют на двух фронтах, скажем так. Кроме того, подозревались масоны и в политических интересах, связанных с обращением наследника престола Павла масонства. Ну, это вполне реальный исторический факт. Действительно, масоны хотели вырастить некого священного царя. Да, так же, как и их коллеги. То же самое было в Пруссии, только в Пруссии это удалось. И когда в конце 80-х годов Фридрих Вильгельм II пришел к власти, он тут же сделал главных своих масонских, так сказать, коллег, начальников, министрами, и они стали определять политику Пруссии. И тем самым вызвали очень большие проблемы у русских братьев, при том, что вот тех самых братьев, о которых мы собираемся здесь говорить, а именно того кружка московских масонов, которых называют московскими мартинистами или розенкрейцерами. И наиболее известным именем этого круга является Николай Новиков, конечно, такой известный как русский просветитель. И все-таки, поскольку мало времени, у нас очень доктрина русского масонства, и чем она отличалась, если отличалась в корне от других европейских лож? Значит, я думаю, что если русское масонство чем-то и отличалось от других европейских лож, так это тем, что, значит... Это не доктрины, да? Да, нет, это не доктрины. Конечно, доктрины это разделяли с другими европейскими ложами. Проблема была в том, что в русском масонстве впервые в русской культуре произошло ее столкновение с вот этой западной герметической традицией. И русские масоны вынуждены были очень интенсивно, чрезвычайно интенсивно осмысливать весь, осмыслять этот весь просто огромный набор знаний, мнений, идей, которые в Европе появляются с периода Ренессанса. Значит, что касается учения русских масонов и роли Кабалы в ней, то, видимо, следует сказать, ну, как бы несколько каких-то обозначить, несколько масонских, основных масонских мифологий. Значит, в основе масонского учения лежит представление о том, вообще представление о творении мира, о творении человека, о том, что человек был сотворен неким совершенным существом, единым с Богом. Этого человека масон называет Адам Кадмон, используя при этом кабалистический. Да, предвечный человек. Да, предвечный человек. Значит, следующим, как бы, важным положением этого мифа является то, что этот человек, Пау, он был отторгнут от божественного света и сохранил, единственное, что он сохранил, это сохранил память о нем, об этом свете или об этом знании. И эту память или этот свет, или это знание он попытался передать своим потомкам в качестве гарантии возможного возвращения в это первичное свое состояние до грехопадения. Значит, поскольку это знание со временем началось влубивать, и как понятная проблема любой вообще памяти, любого знания, любого света. И поэтому этот первый человек, или первый Адам, использовал своеобразную систему кодировки этого знания. Он передал его в виде определенного набора символов или иероглифов, если мы будем пользоваться масонским языком. Этот иероглиф является ничем иным, как компактной единицей информации, то есть единицей хранения информации. Значит, и, соответственно, первый Адам передает своим потомкам как вот эти компактные единицы, так и ключи, как эти символы можно использовать, как их можно расшифровывать. Да, и дальше, собственно, начинается традиция, начинается передача этих символов. Да, начинается передача. Потому что при выстраивании своего родословия масоны были очень похожи на тех ренессансных мыслителей. Они все принимали к своему двору, но свое непосредственное родословие они вели от, как это забавно, от еврейских сект, есеев и терапевтов. Эти многократно поминаются... Это, в принципе, от первого Адама, но как бы... Нет, конечно, конечно. Но вот непосредственно, я говорю, что розенкрайцеры, они идут от есеев и терапевтов. И так или иначе, как бы, они представляли свое орденское учение, как некое переданное из поколения в поколение знание о том, как дешифровывать эти иероглифы. Причем под иероглифом это вообще понятие безбрежно сложное, потому что это не только буквы какие-то, скажем, буквы писания. Прежде всего, конечно, это буквы писания. Но иероглифы, они окружают нас, это иероглифы натуры. Природы. Да, природы. И суть масонского делания в открытии иероглифов и освобождении света, который содержится в этих вот неких рассеянных повсюду иероглифах знаниях. Да, и, собственно, кабала понималась как вот этот символизм особого рода. То есть кабала понималась как, собственно, процесс символизации и как набор гимоневтических практик или ключей к высвобождению этого света или знания, которые содержатся в этих символах. Значит, ну, и это обычное понимание кабалы вообще в русском масонстве. Трудно сказать, насколько это связано с, собственно, кабалистическим учением. То есть хотя совершенно очевидно, что учение о символе в кабале, оно разработано в чрезвычайной степени. И поэтому можно считать, что это некоторые отголосы как бы реальные кабалы. Мы сейчас еще раз прервемся. Когда вернемся, вы закончите. Это будет сколько? Сейчас, да, сейчас. Ну, реклама там около двух минут, а потом мы посчитаем сколько. У меня есть один вопрос, который, думаю, мы оставим за кадром, поскольку ответа на него я не получил в прошлой программе. В Мурмутре я имею в виду. Насколько, раз уж они ведут свое происхождение от эссеев и терапевтов, насколько все-таки традиция толкования текста как некое, ну, как с неким футурологическим зарядом, да, ну, тот пешерем еврейский, да, насколько это было свойственно вообще масонам и было ли? Очень немногим, но тем немногим, которые есть, я думаю, что им не смысл сказать о рукописях, собственно. Потому что, собственно, нами обнаружены рукописи, о которых неизвестны науке, и, собственно, мы помимо все это и говорим. Это для нас, это как бы новый кумран для нас. Я думаю, это просто стоит сказать. Вот, потому что эти тексты... Сколько у нас чистого времени происходит? Неизвестный. Я боюсь, что только времени хватит именно на это. Да, ну вот... А то, чтобы сказать, что это новый кумран, да, новый кумран. Может, с этого стоило начать, передачивая кумрана? Ну, вернее, ну как, это... Ведь вот я... Очень интересные цитаты, они совершенно не катят в таком формате, конечно. Ну, что делать? Это, да, жалко. Сколько у нас чистого времени после этого останется? Пять минут? Ну, понятно. Ну, наверное, об этом надо сказать будет, что... Вот, потому что куда-то вдаваться в теории, да. Перебора не будет, понятно. Иногда мы перебираем. За два часа? Ну, уходим туда, да. А сегодня нам не дают. Ну, что ж, ну, мы выполним свою вещь, мы больше скроем, чем... Да, ну, кстати, вот мне правильно говорят, что мы можем перебрать в записи, чтобы, по-моему, некоторые программы повторяем потом, чтобы в повторе была более полная версия. Ну, можно, конечно, сказать. Давайте... Насчет записи есть, у меня нет вопросов еще? Не для сейчас. Продолжаем. Да. Вот, ну, хотел бы, мне хотелось бы сказать о том, что вот то, что мы говорим, и еще больше то, о чем мы молчим, связано с очень узким кругом внутри русского масонства. Русских масонов 18 века, начало 19 века, было несколько тысяч человек, ну, скажем, тысяч шесть, так как рубля. Было, я думаю, что порядка 150 лож. То, о чем мы говорим, касается небольшого круга, ну, несколько десятков человек, и нескольких масонских организаций. Прежде всего, вот того вот ордена нового розынкрейцерства, или золотого розового креста. Это несколько десятков человек. Я назову имена вот Новикова, Ивана Владимировича Лопухина, знаменитого сенатора Лопухина, Семена Гомолея, Кутузов-Херасков, да, из таких наиболее, может быть, известно. Кутузов не тот. И отдельно назову имя Ивана Перфилича Елагина, первого русского великого потенциального мастера и коммергера Екатерины, человека, чрезвычайно интересовавшимся кабалой. Почему мы это знаем? Вот масонские архивы практически не изучены до сих пор. Русские архивы. Огромные мастера. Да, они изучены на предмет исторических каких-то сведений. Здесь огромные... Это десятки тысяч единиц хранения. И мы нашли там какое-то количество текстов, десятки текстов, имеющих непосредственно отношение к кабале. Тексты абсолютно не изучены. Для нас это, в общем, своего рода был новый кумран для людей, которые занимаются восприятием кабалы в европейской культуре и русской культуре. Эти тексты, они принципиально отличаются от обычных массовских документов. Это переводы с эврита, собственно, кабалистических текстов, в общем, большие, 500-страничный известен перевод с эврита, огромного трактата XIII века. XIII, не только XIII века, XVI века. Это... Которые в других источниках не дошли, да? Нет, они дошли в еврейские традиции. Это очень известный трактат. Часть из них дошла в христианской традиции, в христианской кабалы. Но очевидно, что именно эти трактаты приведены непосредственно с эврита. То есть здесь был человек, который работал с русским масоном. И наиболее, наверное, интересный, это, собственно, оригинальные тексты русских масонов, посвященных кабалей. Есть десятки текстов такого рода, они практически не изучены, ни один из них не издан, никогда не был. В частности, тексты, принадлежащие Ивану Елагину, совершенно здесь интересны. Он пытается работать с библейским текстом сугубо специфически кабалистическим образом. Он сам учил евреев специально для этого. Это коммергер Екатерина, высший сановник тогдашний. Я думаю, что все-таки следует сказать, что от общего объема масонских текстов, действительно гигантского объема, тексты, связанные с кабалой, составляют не более 5%. Чтобы не было такого дисбаланса, мы занимаемся этими текстами, но это не значит, что основное количество текстов русского масонства посвящено кабале. Но среди того, что мы нашли, есть подлинные просто жемчужины, потому что мы можем сказать, что тогдашнее знакомство русских интеллигентов с кабалой было значительно, ну, наиболее глубоким. То есть это период наиболее глубокого знакомства русской интеллигенции с кабалой. То есть никогда позже не переводились эти тексты, никогда позже не был приведен такой объем текста. В этом смысле здесь повторяется мифологема Золотого века. Золотой век изучения кабалы в России был в конце 18-го, начале 19-го века. Да, вот иногда Пушкина называют явлением ренессансом, но в каком-то смысле вот масонство русское, это в значительно большей мере ренессансное явление, которое копирует просто ренессанс европейский. Да, и затем, в общем-то, как мы сказали, это все угасает. Особенно после запрещения ложи 1822 года, когда, в общем, немногочисленные адепты масонства продолжают работать в подполе, не афишируя свою деятельность. И, надо сказать, эти люди как раз и были теми самыми людьми, о которых мы говорим. Ну, продолжателями. Продолжателями вот этой вот розенкрейцерской традиции. Вот, они, их бумаги, относящиеся к этому кругу, находятся и в середине 19-го века, и даже в конце 19-го века. Новые переводы создаются. Хотя масонство запрещено, и официально в России его нет. Ну, нужно сказать, что вот как бы эта культура не оставила особо сильного масонской, как бы, вот эта традиция, не оставила особо сильного следа, особенно, что касается Кабалуя, во внешней культуре, как бы. Мы можем говорить о том, что в нескольких там романах или поэмах Фираскова или Сергея Боброва, Семёна Боброва, pardon, мы видим несколько там упоминаний кабалистических терминов. Реально, как бы, эта культура очень закрытая, эта культура очень милитарная. Я вынужден остановить программу, поскольку время подошло к концу, но вот то, о чём вы сказали, и публикация этих текстов, пусть даже в телевизионном формате, тянет на отдельную тему программы. В общем-то, что я пользуюсь возможностью, приглашаю вас ещё раз через какое-то время нас посетить для того, чтобы мы могли больше времени уделить именно вашему исследованию, поскольку эта информация уникальна, или, как принято говорить, на телевидении эксклюзивная, чем мы, конечно же, должны дорожить, вне всякого сомнений. Всё, программа у нас официально закончена, мы можем продолжить разговор, поскольку у нас есть ещё, ну, там, скажем, 10 минут для того, чтобы записи можно было добить. Да, ну хорошо. Какая тема тогда у вас будет? Может быть, Елагина взять? Ну, что-то такое, смысл законченный. Да, я... Я думаю, что следует говорить именно о Елагине, потому что это явление в каком-то смысле отдельное, совершенно уникальное, то есть он не принадлежал вот к этому кругу московских розенкрейсеров, вообще человек питерский, как бы... Значит, тогда очень коротко на тему евреи и русское масонство. Об этом не было сказано, в силу того, что евреев в русском масонстве, в общем-то, официально не было. Или, по крайней мере, быть не должно. Или быть не должно. Ну, кто-то же действительно работал с ними, раз переводили стихи. Интересно, что Екатерина Вторая в одной из своих комедий высмеивает как бы некого человека, масона, который как раз учится всяким каббалистическим бредням от некого бедного жида, который торгует незаконно в воскутном ряду. Кто был этот бедной жид, мы не знали. Это комедия обольщенная, и там действительно, видимо, содержится некий намек на реалии того времени. Вообще говоря, понятное дело, что евреи тогда проживать не могли. Екатерина очень плохо относилась к евреям, именно не к евреям, а к евреям в России.